Привет, друзья! С вами Антоний Ковони. Это канал Ковони АСМА. И сегодня подкаст посвящен просто обалденной игрушке, которую мне наконец-то удалось допройти спустя годы практически. Это Planescape Torment. Почему я говорю, что удалось наконец-то перепройти? Я начал в нее играть, мне кажется, года три назад где-то. Где-то в таком духе, когда узнал о ней, почитал о ней, что это одна из лучших RPG за всю историю игровой индустрии. И, конечно, меня это заинтересовало, несмотря на то, что она с девятого года. Меня как бы не пугает графика старенькая или старенький геймплей и все такое. То есть я это абсолютно нормально воспринимаю. И мне это очень нравится. Вот. И начал, конечно же, проходить. Прошел где-то, наверное, даже больше половины. Я думаю, да, больше половины, судя по тому, что я увидел вчера ночью, когда я проходил ее. Где-то больше половины тогда прошел. Но у меня очень сильно баговала игра, несмотря на то, что там стояли всякие патчи и прочее. И что-то она вылетала, все в каком-то моменте критическом идеологии глючили. Вообще все было плохо. Потом в итоге у меня полетел компьютер или на ноутбуке. Я играл по-моему, ноутбук. Ноутбук мне полетел точно. Все пришлось форматировать, короче говоря. И все заново. Поставил ее снова. Снова начал проходить. Вот играл, играл. Не прошел до того момента, на котором остались пропавцы последний раз. И в итоге опять мне все слетело. Я уж не помню, что там произошло, честно говоря. Но все канало в лету, скажем так. И вот наконец-то она вышла в Steam Enhast Edition. То есть в разрешении Full HD с подтянутыми, так скажем, текстурками. Даже не текстурки, просто разрешение выше. И выглядит все прям круто. Мне понравилось. И все начало проходить. И в итоге у меня случилась беда с компьютером. И от формата пришлось форматировать срочно. Опять жесткий диск. А я забыл включить в игре синхронизацию со Steam Cloud. Просто забыл. Я думал, что и так все синхронизируется. На самом деле там в настройки надо заходить и нажимать Steam Cloud. Синхронизация Steam Cloud. Тогда все будет здорово. Но я этого не сделал. И потом с Ивом мы все полетели к чертовой матери. Ну вот. И я переставел все. И наконец-то я постоял. Пришлось все заново проходить. Но я прям зарядился, что все я должен это добить. Потому что это невероятно круто. И я это сделал. Ура. Абсолютно спокойно играется в 2017 году. Все красиво. Все круто. Никаких багов. Еще проблем. Ничего не было. Скачиваешь расификатор от Fargo с хорошим переводом. Замечательно. Я, честно говоря, могу очень долго про эту игру говорить. Потому что она необыкновенная. Серьезно. Это абсолютно гениальная игра. Блин. Абсолютно гениальная игра. Это для меня это само понятие креативности. По той причине, что в этой игре есть вообще все. Офигенный сюжет. Приятный геймплей. Потрясающий сеттинг. Абсолютно блистательный сценарий. Все, что я обожаю. Глубина. Глубина невероятная. То есть философские темы, взятые за основу. Это супер круто. В принципе, акцент, конечно же, на диалоге. Не обязательно всем голову расшибать. То есть все, что я обожаю, это апогеи. Для меня игра не проседала. Никаких там проблем. Вообще, я в полной прострации до сих пор. Я катаюсь просто сейчас по дивану. От эмоций. Потому что мне нужно говорить спокойно. И что-то у меня не очень получается. Потому что мне очень хочется вам это все. Не знаю, блин, показать и рассказать. Но я не могу. Потому что иначе будут спойлеры. А эту игру категорически нельзя спойлерить. Категорически нельзя проходить. Там нельзя с прохождением и все такое. Это надо самому ощущать. Самому ковыряться. Погружаться и в ней разбираться. И тогда будет, конечно, просто супер. Давайте я вам несколько историй расскажу. Потому что в игре очень много персонажей. И с некоторыми ты говоришь просто по 5 минут, по 10 минут. Их много. Но у каждого есть такая, знаете, мини-история. Небольшая. И они настолько креативные. И они меня просто поражали. Это, поверьте мне, крупица. Крупица в море. Вообще капля в море. По сравнению с тем, что есть в самой игре вообще. Ну вот. Эти несколько историй. Но хотя бы это более-менее, может быть, заинтересует вас. Или покажет, так скажем, характер игры. То есть продемонстрирует. О чем она. И, возможно, вам станет интересно. Вот смотрите. К примеру, такая история. Забегаю я, значит, в бар. В один. Кто играл, конечно же, этот бар прекрасно знает. Это бар. Тлеющий труп. По-моему, так он называется. Труп, по-моему, корпс. Да. Бернинг. Где по центру, на пьедестале, так скажем, парит человек полностью в огне, который загорелся. Вот. Которого зовут Игнус. Но главное, я еще с ним рассказывать, конечно, не буду. Вот. И рядом стоит девушка. Ты к ней подбегаешь и спрашиваешь. А, что это у вас? Кто-то горит вон там. И она тебе рассказывает, что некогда это был маг, который очень сильно любил огонь. Очень-очень сильно увлекался пиротехникой. Вот. И он, я его любила, просто безумно люблю сейчас, потому что внутри него горело пламя. Но получилось так, что пламя он любил гораздо больше, чем меня. И в итоге сам стал пламенем. И в итоге спалил там полгорода. И маги и местные заключили его, знаешь, в такую, ну, скажем так, мини-тюрьму. Короче говоря, он обездвижен. И все, что он может, парить на одном-то этом месте. Такая специфическая клетка. Но все равно она его любит. И ждет, когда что-то можно сделать. Может, появится какой-то выход для того, чтобы его освободить. Может быть, найдется какой-то метод, скажем так. Вот. И ты этот метод находишь. Не буду говорить опять-таки какой. И освобождаешь его. И абсолютно потрясающая эмоциональная сцена, когда она подбегает к нему. Потому что, представляете, сколько времени она ждала его, пока он вернется в более-менее нормальном состоянии. А он по-прежнему, естественно, полностью в, хотел сказать, да, в огне. И она подбегает к нему и кричит о том, что наконец-то ты свободен. Я так ждала тебя. Я так тебя люблю. И она кидается к нему. Обнимает его. Он ее тоже обнимает. И она превращается в пепел. Она загорает заживо. То есть, представляете, какая любовь. И насколько эта любовь слепа на самом деле бывает иногда. Не всегда. Но это маленький эпизод. Совершенно маленький. И может быть не такой значительный. Но просто вот такая вот история. К примеру, я там, не знаю, бегу по городу. Я вижу там стража, да. То есть, охранника, скажем так. У которого имя не то, не сё. Не то, не сё. И ты к нему подбегаешь, спрашиваешь, как туда пройти. Он говорит, я не знаю. Ты спрашиваешь, как там, как у вас дела? Он говорит, ты, черт, не знает. Ещё что-нибудь спрашиваешь. Он тоже опять смотрит. Я как на дурака. Говорит, слушай, да не знаю я. То есть, понимаете, насколько это круто просто сделать маленького персонажа, который по факту ты можешь вообще не заметить. Ты можешь просто мимо пробежать. Которого кличка не то, не сё. Это круто. Потом история о том, как посреди города оказалась внезапно огромная осадная башня. И никто не знает, откуда она там взялась и как туда попасть. Мы узнаём, как туда попасть. Мы попадаем. И там огромный голем, который практически вклеен вот в эту башню. Он переплетён с ней. Он огромный. И просто всё, что он делает, куёт мечи. То есть, стоит и топит их. Точнее, не стоит, его видно только наполовину. И зовут его убеждённый металл. И ты к нему подбегаешь, сейчас разговариваете. И он спрашивает, зачем ты куёшь столько мечей. Он говорит, что я кую эти мечи для войны. Для будущих войн. Потому что война – это признак прогресса. Война – это то, что двигает человека и весь мир. И в итоге война уничтожает планы. Это же не важно. Это трудно объяснить. Но, короче говоря, он в этом убеждён. Поэтому его зовут убеждённый металл. Это за это, блин, круто. Далее ещё одна история, например, про то, как в подземелье такой, знаете, фонтан, когда просто есть лица. И вытечёт вода, соответственно, из-за рта. Знаете, такие фонтаны есть, как бы, ну, там, не знаю, древние, не древние. Это уже не столь важно. Их, в принципе, делают. Вот, и вообще везде. От Краснодара до, вообще, не знаю, чего угодно. В Греции где угодно. Они есть такие фонтаны, такого плана. И вот там такой же. Только с фонтаном одна проблема. И, во-первых, он может говорить, он говорит с тобой. Я рассказывал эту историю о том, что когда-то он очень любил сплетничать, лгать и всё такое, и попал в неприятную ситуацию. Итоги, чтобы его проучить, один маг заключил его вот в этот вид, в фонтан, то есть, превратил его в этот фонтан, но вместо воды пустил через его глаза, рот и нос грязь, которая бесконечно вытекает из него. И он просит слёзно помочь избавиться от этого проклятия. Вот такая вот, например, тоже история. Представляете, сколько там? Там-там-там-там-тех историй просто целая куча. И они реально, они настолько креативны, настолько эмоциональны. Это просто пушка. И самый главный месседж, ну, один из главных месседжев, это, в принципе, конечно, много завязанное, естественно, смерть, потому что безымянный не может умереть. Ну, тот, за кого мы играем. Вот, естественно, это тема смерти, тема страха смерти, тема смысла в жизни, тема того, насколько человек неполноценен бессмертности. Вот, один из вопросов главных игры, это что может сущность человека изменить? Попробуйте ответить на этот вопрос. Что может изменить сущность человека? Мне было бы очень интересно. Ну, вот, я выбрал свой ответ в игре, и медвей в игре, и вообще в жизни. И игра дает тебе возможность сделать свой выбор. Там очень много всего, ребята, там очень много всего. И если это рассказывать, это будет неинтересно, потому что ее надо изучать. И мы просыпаемся в морге, но мы живы. И начинается. Но мы не помним ничего абсолютно. Что это за город? Что это за место? Мы с нуля все узнаем вместе с главным героем. И это, блин, действительно креативный подход к тому, как можно показать вообще мир, мир игры. Поэтому категорически, категорически рекомендую. Правда, очень могу толку говорить об этой игре, но не хочу. Изучайте ее, смотрите ее, щупайте, ласкайте, обнимайте, понимайте. И вы получите огромное удовольствие. Если вам, конечно, такое нравится. Мне вот очень нравится. Окей, спасибо большое, что смотрели. С вами был Антоний, у кого не и канал, у кого не iSMA. Удачи. Любите друг друга. Удачи. С вами был Антон.